Ребята, привет! Мы на самом деле уезжаем. Уже четыре дня мы провели на крайнем севере, на Баренцевом море, в поселке Териберка. Смотрели, ой, сколько всего интересного было. Устали страшно и нам сейчас сколько там, полторы тысячи километров ехать, а у вас все только начинается. Смотрите, действительно очень интересное путешествие у нас было. Вперед, погнали! Мы выезжаем, когда у нас уже начинается весна. Уже травка, уже листочки начинают раскрываться, но при движении на север уже через несколько часов леса становятся ниже, а к ночи мы объезжаем опять в зиму. Сплошной снег. И через полторы тысячи километров мы видим заснеженные окрестности. Здесь еще зимняя рыбалка. Рыболовы вовсю бродят по озерам и ловят рыбу. И, что совершенно замечательно, мы встречаем тундряных куропаток. Совершенно изумительных птиц, которые уже начали готовиться к летнему сезону, линять и подпускают нас очень близко, практически не боясь, взлетая, убегая, только когда мы подходим уже совсем-совсем близко. Териберка, как и положено, в поселку, который живет в основном рыбой, встречает нас лодками, водой, сараями, с сушащейся рыбацкой одеждой и рыболовами, которые сейчас ранним утром уже собираются уходить на воду. Но сам поселок Териберка, конечно, нас поразил. Мы совершили небольшую экскурсию, и это впечатляет. Въезжаем в поселок Териберка и смотрим на местные достопримечательности. Говорят, сюда даже возят туристов. И администрация поселка заявила, что в этом году они ожидают 160 тысяч туристов. Я не знаю, видимо, смотреть на апокалипсис. Вот, это единственное слово, которое я могу подобрать, въезжая в поселок. Это, конечно, апокалипсис. Ну, наверное, туристы, особенно какие-нибудь китайские туристы, если сюда заберутся... Мы видели где-то на въезде даже надпись на китайском языке, очень удивились. Наверное, если сюда забираются китайские туристы, они начинают понимать ценность жизни. Сюда действительно стоит приехать исключительно для того, чтобы понять, ребята, понять, как в основном мы хорошо живем, и как трудно, тяжело живется в местах, удаленных от городов. И еще понять одну простую штуку. Что может произойти, если, не дай бог, мы не убережем того, что у нас есть. Мы все сможем жить только так, а то и хуже. Страшное дело... Есть, конечно, какие-то новые здания. Новый рыбзавод, который был построен совсем недавно и, говорят, уже несколько раз обанкротился, сменив пять или шесть хозяев. Но, к сожалению... Говорят, экономика у нас такая. Поселок Териберка. Многоэтажки. Заморозка. Куплю рыбу. Вот весь поселок, собственно, живет рыбой. Я очень сомневаюсь в 160 тысячах туристов в год, учитывая, что сюда ведет дорога. Это здесь асфальт. А ведь 40 километров подъезда сюда дороги просто нету. Мы пройдемся, посмотрим, на что здесь смотреть этим многим тысячам. Кажется, здесь давно прошла война машин и людей всех убили. Ну, не знаю, живет ли кто-то здесь, но судя по замку и по дырочке, сделанной для собачки, наверное, здесь кто-то живет все-таки. Да, собачка-то на цепочке. Значит, ребята, вот здесь, здесь живут. Слушайте, как нам всем хорошо. Слава Богу. Весь поселок мы прошли за две минуты. Вокруг, конечно, невероятно красиво. Тундра весной, она необычайна. Это удивительные цвета, это сочетание камня, снега, мхов, лишайников. Поразительно. Да, вот отметились ярославцы в 18-м году. Друзья, ну, старайтесь как-нибудь увековечить себя другим образом, хотя бы роликом в ютубе. Не делайте вы такой гадости. Так вокруг хорошо и дико. Но, наверное, все-таки тундра к достопримечательностям именно Териберки вряд ли имеет отношение. А вот, чем действительно гордятся жители Териберки, это кладбищем деревянных кораблей. Мы посмотрели очень внимательно, мы походили по кораблям. Это не совсем деревянные корабли, это металлические основы, обшитые деревом. И таких кораблей здесь лежит больше десятка. Мне всегда было немножко больно смотреть на кладбище кораблей. Я не одно видел. У нас в стране они попадаются довольно часто. Много кораблей брошено. Как-то вот мне всегда казалось, что это похоже на мертвых китов, которые лежат и сквозь обшивку начинают уже проступать их ребра. Очень, с одной стороны, конечно, красивое зрелище, а с другой стороны, очень тягостное. Вросшие в землю, лишившиеся шкуры, некоторые практически исчезнувшие, вросшие в дно, покрытые водорослями и закрываемые полностью приливом. Наверное, конечно, это достопримечательность. Но достопримечательность очень печальная. И, к сожалению, ни одна Териберка может таким местом похвастаться. Помнится, мы находили колоссальное кладбище кораблей на Волге. Там было больше 30 судов. Тягостное зрелище. Жалко, вот корабли, они как живые существа, и когда они выброшены на сушу, так больно на них смотреть бывает. Смотрите-ка, вороника перезимовала. Некоторые ягодки даже черные, наверное, их можно есть. Сейчас надо попробовать. Ну-ка. Они высохли практически. Ничего нет. Но, тем не менее, перезимовавшая вороника. Ой, кошмар. Это, блин, вот это ветрюга. Ребята, камеру не удержать вообще. Но мы все-таки сразу же пытаемся выйти на воду. Мы спускаем лодку и стремимся на море. Сегодня почти штиль. Солнце красиво невероятно. И, несмотря на усталость, конечно, нам очень хочется, хотя бы ненадолго, но выйти половить рыбу. Совершенно другие волны здесь. Ребята, вот здесь штиль, это такие катящиеся валы, на которых тебя поднимает на полтора-два метра вверх, на полтора-два метра вниз. Ты оказываешься то между стенами голубой или зеленой воды, то оказываешься на каком-то гребне, с которого видишь вообще все вокруг. Сразу надо сказать, без таблеток от укачивания делать, наверное, большинству нечего. Потому что вот это вверх-вниз, вверх-вниз, это очень тяжело. Но у нас все в порядке. И рыба, не сказать, чтобы очень хорошо, но потихонечку ловится. Так, отлично, уже все обрыбились. Теперь-то мы поужинаем из мота. Ребята ловят рыбу, а мне, конечно, очень интересно крутить головой, я все надеюсь увидеть китов. Мне больше всего хотелось посмотреть на китов. И они начинают появляться. Знаете, это невероятное чувство, когда ты мечтал, и вдруг вот раздается шумный выдох, и буквально неподалеку от борта выныривает кит. Все это происходит очень быстро, и это киты небольшие, это малые полосатики, но это киты. Так, ну, кит у нас все время выныривает вокруг лодки, а мне его поймать никак не удается. Я пытаюсь этот квадрат сейчас просто тупо снимать. Но ведь как обычно он выйдет в другом месте. Ну, ребята, уже моя мечта. О, Андрюха кого-то поймал. Маленькую тресочку, которую сейчас будет отпускать, потому что это да, это не треска, конечно. Вот он. Ага, тут лодки идут. И он подходит прямо к лодкам. Смотрите. Несколько вдохов сделал, идет поверху. Где уже? Я уже потерял из виду, не вижу. Ну-ка. Да, вот так вот поймать, конечно, морское млекопитающее, которое ныряет и выныривает, практически нереально. Вот он. Вот он. Так, ребята, ну вот вынырившим его поймали. Один раз. Сейчас пробую еще. Вдруг удастся. О, отлично. Прям попало. Да. Это килограмм семь. Да. Это килограмм семь. О, отлично. Вот это рыбка. Хорош. Оставайся. Постепенно и трясочка стала покрупнее. И киты. Ребята, день просто волшебный. Волшебный. Руки болят? Да. Сейчас рыболовы на Баренцевом море жалуются, что норма вылова очень уменьшилась. Раньше была 300 килограмм в день, можно было ловить. Сейчас сократилось до 100. Но понимаем, что нам такое количество даже не нужно. Но вот несколько таких хороших, среднего размера трясочек мы поймали. И, конечно, не приблизились к норме, но очень неплохо отловились. Слушай, ну это самая большая из всех, которые были. Вот он, кит. Вот это рыба. Руки к концу дня болят страшно. И мы возвращаемся мимо всех этих апокалиптических красот Териберки, заброшенные пирсы, которые населены чайками к нашей базе. Так, мы пришли. Вот наша рыба. И вот еще наша рыба. Это их, а это мы. Вот еще наша рыба. Нет, вот там не наша рыба. Ой, у меня капли на объективе. Да, но вот катер, пришедший перед нами, там было человек, наверное, восемь, вот их рыба лежит. Фу, объектив надо очень тщательно протирать. Сегодня, да, сегодня рыбалочка. А ведь впереди еще страшное дело. Всю рыбу надо почистить. Мы, ну мы какие-то такие рыбаки-любители, мы мало опытные в профессиональной чистке трески, тем более приличного количества трески. Хорошо, что все-таки рыболовы вокруг достаточно дружный народ и нам быстренько показывают, как проще и быстрее почистить треску, чтобы у нас это не заняло слишком много времени и сил. Потому что действительно, когда приходишь с воды после дня, сил нету, а мы же еще ночь были за рулем. Ужас! Свежепойманная парная треска, которая еще час назад плавала. Дима молодец, уже взялся за жарку, мы ее почистили, помыли. Дима сейчас быстренько раскидает. Вымотанные настолько, что уже сил нету, я уже разговаривать не могу. Поэтому у нас задача сейчас быстро пожарить треску, попробовать, якобы, якобы только попробовать. Мы уже попробовали, это прекрасно. То, что ребята из группы Ки нам сделали, вот тресочка будет вот-вот-вот-вот-вот. Андрюк, у тебя рука самая верная. Давай по стакану. Чтобы вы не подумали плохого, мы сразу вам хотим показать. Это чернослив, это компот из чернослива от группы Пи. Черносливовый компот. Просто хороший черносливовый компот греет душу, согревает сердце. Хороший компот, стакан не делает. Да, да. Так что, друзья. Нет, нет, нет. Подожди. Что ты хочешь? Разлить? Я не понимаю. Все, все. Вот, отлично. Хорошего компотика. Мы уже ничего не понимаем, потому что действительно сутки почти в машине, потом целый день за штурвалом, на воде, на волнах, с таблетками от морской болезни, надо сказать. Не с таблетками, даже и с таблетками от морской болезни, с морской болезнью. Все так, в общем. Мы вот только пришли сил нету у нас, поэтому мы так по-быстрому просто провести дегустацию. Так, друзья, компотом чокаются обязательно. Компотом обязательно чокаются за тех, кто нас поддерживает. Спасибо вам, ребята. Но мы сейчас попробуем этот компот, да? Да. Мы еще не пробовали. Не пробовали. Вот так. Ну что, полмался ли? Компот очень хороший, да. Ребята, спасибо вам большое. Главное для моряка, помните всегда, главное для моряка, это хороший компот. Вот. А наши приключения еще продолжаются. Нам еще есть треску, но этого вы уже ненавидите. У нас не охвачена еще одна рыбалка. Это рыбалка на мойвы. Между прочим, сейчас первый час ночи. Ребята, вот мы питерские гордимся нашими белыми ночами. Сейчас, ну конечно, без подсветки темновато, но вот сейчас первый час ночи. Это 8 мая. Мойвы. 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 Смотрите-ка, что тут делается. Ох, какой жуткий, жуткий ветер. И вот все стоят, ждут. Чего ждут? Оп, кто-то там черпает. Вот что они черпают. Смотрите, раз, ну что-то вынули, да, вот-вот-вот, пошла какая-то движуха. Ну, честно говоря, как-то вот влезать в эту толпу нам не очень хочется. Раз, ну-ка, 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 раз. Что? Ничего. Андрей со своим флагом пока недоумевает. Да, похоже на цирк. Начинается какое-то движение. Во, 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 во. Какую-то мелочь выхватывает. Смотрите, все так изготовившись. Раз, раз, раз пошли с очки работать. Оп, видимо вдоль берега косяк двигается. Ну-ка, 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 ну-ка. Во, 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 что-то. Да, уже уловы какие-то. Глядите-ка, что-то вытаскивают. Ведра, тазики, саночки, бочки. Ох ты, видимо стая подошла. Ну-ка, ну-ка. Ну, на берег пошли. О-о-о-о, вот это да. Мм, какая красивая рыбка. Оп, оп. Да. Ух ты, там кто-то полсачка зачеркнул. Смотрите, как. Мы решили уйти из толпы. В толпе не очень интересно. И вот Андрей, одинок и грустно, стоит тоже вглядываясь в воду, а сзади бороздят просторы залива, наиболее упорные и глубоководные. Погрузим. 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 Смешно, а? Вот, у кого-то ведерко почти полное, хотя сегодня, говорят, рыбы нет, она была вчера, ну, вон какой ведерко, красивые рыбки, мы спросили, что с ней делают, говорят, жарить очень вкусно, очень вкусная рыбка, худенькая она какая-то, да, интересно. Ну, я думаю, что это все-таки действительно аналог нашей корюшки, и это такая же местная традиция, как у нас, у нас ловят корюшку, здесь ловят мойву. Ой, ребят, она ребристая, смотрите, я такой рыбатый, да, она в ребрах вся, о, треугольная рыба-то просто, фантастика. Ну, выпускай. Плыви, наша одинокая мойва. Ну, пока мальчики ловят рыбу, девочки качаются на качелях и ждут добычи, и это правильно. Забавная рыбалка, мы хоть и поймали только одну рыбку, но получили колоссальное удовольствие просто от того, что смотрели на окружающих, какие лица, какие, ну, просто вот, вот, фантастика. И ночь, самое темное время, а так светло, скоро начнется полярный день. Вообще, конечно, сама Териберка угнетает, угнетает. Жалко людей, тех, кто остался здесь жить, совершенно забытый государством, и приезжают сюда только рыболовы. Но вот то, что происходит вокруг Териберки, природа, я, двигаясь среди сопок, долго не мог понять, что же это мне напоминает, а потом понял. Это как главный Кавказский хребет на высоте двух-двух с половиной тысяч метров. Вот, когда я забирался на Фишташтенский перевал, туда, к леднику, вот, очень похоже. Также стоят гранитные скалы вокруг, также с северной стороны в распадках лежит снег, а с южной стороны он уже растаял, и там даже что-то цветет. Вот, точно такие же кривые березки, вот, очень напоминает высокогорье Кавказского хребта. Красота невероятная, но море. Если там до моря несколько десятков километров, то ты здесь двигаешься все время рядом с морем. Море яркое, море синее, как на юге, как в тропиках. Я первый раз был на севере, вот, на настоящем, на Баренцевом море. И, вы знаете, мне очень понравилось. Я половил хорошую рыбу, я увидел китов. Это была, действительно, моя мечта увидеть китов, и пусть даже малого полосатика, но я увидел. Я видел тюлени сейчас. Я видел белую-белую ночь. Я видел синее-синее море. Знаете, здорово. Здорово. Такие дикие места, где почти нету дорог, где почти нету выходов к морю. Где они есть. Ну, отойди несколько километров и наслаждайся. Просто, правда, просто наслаждение. Да, и забыл самое главное, что я обещал. Мы были на базе, которая называется Териберка Тур. И Юра, администратор базы, оказался нашим подписчиком. Хм, нормально. Вот так. Так что, мы желаем вам того же самого. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Смотрите, мы иногда куда-то ездим. Может быть, вам тоже понравится. Все, пока, ребята. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Он за тобой подглядывал и говорит, ай, ай. Макс. Нет, он стесняется. Стесняется. Да. Субтитры создавал DimaTorzok. Там яркий свет. Настя, ты тут так вот прихотался. Покажи, как ты умеешь прихотать. Нет, все, камера пришла. Не хочу.